200 дольщиков в Октябрьском районе уже более трех лет не могут получить свое жилье. Один корпус уже возвели и заселили, второй построили лишь частично. Денег у застройщика хватило только на строительство нескольких этажей. К третьему так и не приступили. На что готовы обманутые дольщики, расскажет Екатерина Ковальчук. Желание помочь детям для Виолетты Сережиной обернулось войной с застройщиками. Несколько лет назад женщина приобрела трехкомнатную квартиру в строящемся доме. Планировала открыть здесь центр развития для детей. Но на месте многоэтажки до сих пор котлован. У нас здесь две квартиры, одна купленная для мамы, на деньги моей мамы. Однокомнатная квартира, мы хотели жить, чтобы она жила рядом с нами. Трехкомнатная квартира, это деньги собирала вся семья. Перечислял мой папа, который живет в другой стране, перечислял. Давал мой муж, я. Это были накопления в течение многих лет. Будущий сосед Виолетты по квартире Николай Зацепин продал частный дом в деревне и сразу же внес 800 тысяч рублей на счет застройщика. Рассчитывал на честность компании, которая должна была возвести многоэтажку через три года. В ожидании новой квартиры уже на протяжении пяти лет Николай живет на съемных. И на их аренду потратил практически столько же, 800 тысяч. Поедем в Москву жаловаться. Пускай сажают тех, кто виноват в этом беспределе. Виноват тот, кому я платил деньги. Платил я деньги в жилой фонд Тихонов. Сейчас у меня почему-то Альянс стала называться организацией. Я, честно говоря, от этих моментов не понимаю, но что-то переименовались зачем-то. Каждый год он меня обманывает. Каждый год. Каждый год я должен заселиться. Общество с ограниченной ответственностью Альянс ИТ успело возвести на улице Политехническая только один корпус вместо трех планируемых. После чего строительство было заморожено. Дольщики, которых более 200 человек, считают, что компании выгоднее достроить элитную высотку в центре города. А вот Александр Тихонов, экс-генеральный директор Альянса ИТ, утверждает, что денег хватило только на строительство технического этажа, а также дренажной системы второго корпуса. И в настоящее время компания на грани банкротства. Фонд жилищного строительства вошел в банкротство с тремя площадками. Проспект строителей, Ильинская площадь и Политех. На сегодняшний момент, когда банкротство велеть, в ноябре было 2011 года, где-то через полгода мы возобновили практически все разрешения по стройкам. И на этих стройках началось летом 2019 года строительство. В министерстве ЖКХ дольщиков с Политехнической знают в лицо. Они не раз письменно просили о помощи профильных чиновников. По словам специалистов, застройщикам все-таки придется разморозить долгострой. В планах министерства помочь в получении разрешения и формировании градостроительного плана земельного участка. В течение полутора месяца данный объект является проблемным и включен в реестр проблемных домов. Поэтому мы будем помогать контролировать данный весь процесс. Вернуть деньги или незамедлительно продолжить строительство – единственное условие отчаявшихся дольщиков. В ближайшее время они планируют провести пикет.